В свои 26 Юрий Заталокин 10 лет употреблял наркотики. В реабилитационный центр попал после передозировки. Тогда он чуть не умер. Это и заставило мужчину задуматься о своем будущем. Пройдя полный курс программы реабилитации, Юрий решил остаться в центре, но уже не лечиться, а работать. Сегодня он консультант и помогает другим вернуться к нормальной жизни. Я употреблял дома и у меня произошла передозировка. Меня еле успели спасти врачи, откачать, то есть я посинел. Короче, я чуть не умер. И после этого у меня как-то все перевернулось в голове, что ли. И появилось желание что-то менять в своей жизни. Я понял, что дальше жить так нельзя. Несколько лет назад по инициативе Романа Девятого в Топчихинском районе появился реабилитационный центр. В первую очередь здесь оказывают психологическую помощь. Роман считает, у тех, кто увлекается наркотиками, вся проблема в голове. Ломка и похмелье со временем пройдут, а зависимость остается. Самая частая головная проблема ребят после реабилитации в том, что у общества понимание, если это зависимый алкоголик и наркомат, значит на нем ставить нужно крест. На самом деле ребята реабилитируются и возвращаются в общество уже полноценными людьми. Такая же часть общества, в этом ничего такого нет. В центре нашли пристанище 15 человек из разных городов России. Живут по расписанию. Утром занятия с психологом, а в обед спорт. Здесь за каждым закреплена определенная ответственность. Кто-то готовит пищу, кто-то стирает белье. Сами ухаживают за территорией и подсобным хозяйством. Сложности в работе с зависимыми это то, что люди не признают это заболевание. Медицина признана, что алкоголизм и наркомания это заболевание. Люди не хотят в это верить. И такая сложность людей, которые болеют, это вывести их на сознание. На сознание того, что это является заболеванием. Специалисты говорят, у каждого зависимого есть шанс выздороветь. Надо им только воспользоваться. Но, к сожалению, не каждый после курса реабилитации способен сдержаться. Некоторые вновь подсаживаются на наркотики. А вот Юрий Затолокин рад, что сила воли и центр помогли ему вернуться к жизни. Попытаться бросить пагубную привычку может каждый зависимый. В центре работает круглосуточный телефон. Дают бесплатную консультацию и при необходимости приглашают приехать, если освобождается место. Как правило, курс реабилитации от 6 месяца до года. Елена Кузовкина, Антон Васильев, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...